И что говорят о Роббе Старке на севере? Наверное, Робб. Его называют Младым Волком. Ой, мальчик, как ты. В следующий раз я увижу тебя в чёрном. Я всегда любил этот цвет. Удачи тебе, Сноу. И тебе, Старк. Они приехали сюда и пытались убить моего брата? Если они хотят войны, тогда я встану рядом с тобой. Ланнистеры должны поплатиться. А это же война. Это справедливость. Мне идти на них войной? Ты уже не ребёнок. Давай! Они напали на твоего отца. Война уже началась. Где Бран? Брось нож. Отпустите его и уйдёте живыми. В прошлый раз меня принимали куда теплее. Брат ночного дозора здесь желанный гость. Но не я. Не так ли, мальчик? Я тебе не мальчик, Ланнистер. Измена? Это пишет Санса? Её рука, но слова королевы. Тебя вызывают в столицу присягнуть новому королю. Чжо Фри бросил отца в тюрьму, а мне целовать ему зад? Это приказ короля, Милорд. Если вы не подчинитесь... Я подчинюсь. Созвать знамена. Все знамена, Милорд? Они все поклялись защищать отца. Верно. Посмотрим, чего стоят их клятвы. Уже 30 лет я превращаю людей в трупы, мальчик. Я должен идти в авангарды. Или я заберу своих людей и отправлюсь домой. Когда я покончу с Ланнистерами, я направлюсь на север, вытащу вас из замка и повешу, как клятва преступника. Клятва преступника? Отец говорил, что вассала, поднявшего на тебя меч, ждет смерти. Но без сомнений, Большой Джон хотел нарезать мне мясо. Твое мясо... малость жестковата. Куда ты едешь? На юг. За отцом. Но ведь сейчас ночь. Повсюду шпионы Ланнистера. Я не хочу, чтобы они узнали. До встречи. Вы знаете, что ваш сын идет на юг с войском северян. Преданный сын идет в бой за своего отца. Роб. Он еще мальчик. Роб принес с собой сын. Вечные лорды отступают. Джейма их преследует. А лорд Тайвин ведет сюда второе войско с юга. И оно еще больше, чем у царе-убийцы. Одна армия или две. Короли Севера отражали натиск в десять раз сильнее. Мама. Вы слышали? Шевелите задницами. Выходим быстро! Ты тоже, Грейджой. Ты что, оглох? Не бойтесь, миледи. Мы ковырнем мечом в заду у Тайвина Ланнистера, а потом пойдем спасать Неда. Родрик, старый ты дьян. Джон, никак не похудеешь, да? Если ты проиграешь, умрет твой отец, твои сестры, Зи. Я убью их всех. Всех до одного. Решение очевидно. Присягнуть королю Ренли и двинуться на юг, и объединить наши силы. Ренли не король. Он младший брат Роберта. Брану не быть с лордом прежде меня, и Ренли не быть королем прежде Станниса. Милорды! Вот мое мнение об этих двух королях. Ренли и Баратеон для меня ничто. Как и Станнис. Почему они должны командовать мною с их цветочного трона на юге? Что они знают о Стене или Волчьем Лесе? Даже их боги ложны. Почему нам вновь не править самим? Мы склонились только перед драконами. Но сейчас драконы мертвы. Вот. Единственный король, перед которым я готов преклонить колено. Король Севера! Меня это устроит. Пусть забирают себе Красный Замок и свой Железный Трон. Король Севера! Рад ли я тебе отныне и навеки? Отныне и навеки. Мой меч за тебя в победе и в поражении. Отныне и до конца моих дней. Король Севера! Король Севера! Король Севера! Король Севера! Король Севера! Король Севера! Нам сообщили, лорд Айвин идет на север. Встретим его на холмах и лишим его рыцарей преимущества. Нет. Нужно обойти его и прорвать осаду Риверана. Тогда речные лорды присоединятся к нам. В любом случае, единственный мост у башен близнецов. На Фрея надейся, но и сам не плашай. Смотрите. Мой отец нашел бы способ переправиться. Во что бы то ни стало. Если уж я веду это войско, мои воины не должны вести переговоры за меня. Я согласна. Поеду я. Когда закончится война, ты женишься на одной из его червей, которую выберешь с вами. Ты согласен? Я могу отказаться? Нет, если хочешь перейти. Тогда согласен. Мы можем закончить войну здесь, мальчик, и спасти тысячи жизней. Ты за Старков, я за Ланнистеров. мечом или копьем, зубами и когтями. Выбирай. И покончим с этим. Здесь и сейчас. Если мы сделаем по-твоему, цареубийца, ты победишь. Но по-твоему не будет. Пошли, красавчик. Сегодня я отправил на смерть две тысячи человек. Барды воспоют их жертву. Да. Но мертвые их не услышат. Мы выиграли битву, но еще не победили. Разве освободили Север от тех, кто хочет поставить нас на колени. Эта война будет долгой. Джоффри и королева Регент должны отречься от своих притязаний на Север. Отныне и до конца времен мы свободное, независимое королевство. Король Севера. Король Севера. Король Севера. Но ни Джоффри, ни его люди больше не ступят на наши земли. И если он нарушит этот запрет, его постигнет та же участь, что ими его отца. Это же... Это мои требования. Если Ланнистеры их выполнят, я дарую им мир. Иначе... я усею их трупами весь юг. Король Джоффри мы Ротеон. Ваша милость. Неужели? Ланнистеры не согласятся, ты же знаешь. Конечно, нет. Мы можем сколько угодно биться с ними в поле, но нам не победить, пока ты не возьмешь королевскую гавань. И нам не взять ее без кораблей. У моего отца есть и корабли, и моряки. Они сражались против моего отца. Они сражались против короля Роберта, чтобы освободиться от бремени юга, как сейчас сражаешься ты. Тебе не нужен союз с Бейлоном, Грейджой. Мне нужны его корабли, говорят, у него их две сотни. Я не доверяю лорду Грейджою, потому что ему нельзя верить. Твой отец с мечом в руках выдавил его мятеж. Да. И я теперь тоже мятежник. Как тебя зовут? Алиса. Из какой-то семьи. Хотите узнать, за кого она сражается? Так, а не сказала, откуда ты? Из Альтвантиса. Ваша милость. Ваша милость. Ваша милость. Можно это уточнить? Почему вы считаете меня благородной дамой? Это очевидно. Мама. Мама, это леди Талиса. она помогает раненым. И она очень полезна. жаль, что ты не можешь следовать своему сердцу. Я знаю. Ты у наследовал от отца его обязанности. И этому есть цена. Ты обещал жениться на другой. Того не может быть. Вороны прилетели из Белой Гавани. Боро у Тона и Дредфорда. Боюсь, это правда. Но почему? Почему ты он? Потому что Грей Джои и вероломные шлюхи. А мои братья о них ничего не известно. Но Родик Кассе любит. Я говорила, Грей Джои нельзя двигать. И вы женитесь из-за моста? Очень важного моста. Все случилось еще до смерти отца. Тогда я думал, что успею его освободить, если перейду тот мост. Он как-то сказал, что быть лордом все равно, что быть отцом. Только для тысячи детей. И беспокоиться обо всех. Нужно защищать крестьян, которые трудятся в поле. Защищать служанок, которые моют полы. Солдат, которых ты ведешь в бой. Думаете, я сражаюсь, чтобы обо мне слагали песни? Я хочу вернуться домой. И чтобы мои люди вернулись домой. Что же вам мешает? Ланнистеры будут угрожать нам, если их не победить. Цареубийца! Сбежал этой ночью! Хак! Хак! Скажи, что это неправда. Зачем? Ради девочек. Ты предала меня. Нет! Ты знала, что я этого не позволю, но все же сделала. Джейми Ланнистер обвел тебя вокруг пальца. Ты ослабила наши позиции. Ты внесла разлад в наши виды. И все это за моей спиной. Стерегите ее днем и ночью. Роб! Сколько людей послали в погоню за цареубийцей? Сорок, ваша милость. Пошлите еще сорок. На лучших лошадях. Роб! Как вы? Как я? Мне пришлось арестовать родную мать. Мои сестры у Ланнистеров. Человек, которого я считал близким другом. Захватил мой дом и моих братьев. И я теперь не знаю, на север мне идти или на юг. Извините. Глупый вопрос. Простите меня. Простите, ваша милость. Вы говорили о ваших заботах, а я разволчу. Я не хочу жениться на девушке Фреев. Я тоже не хочу этого. Ну, вам, да, нужен тот мост. Надеюсь, это очень красивый мост. Перед взором семерых я сочетаю эти две души и соединяю их в одну навечно. Смотрите друг на друга и принесите обед. Отец, кузнец, воин, матерь, мариева, старец, милерный. А я ее, не онлайн, от меня и до конца моих дней. Осада не нужна. Гора не будет защищать руины. Гора будет защищать то, что ему прикажет Тайвен Ланнистер. Ланнистеры бегут от нас с самого Окс-Кросса и не прочь сразиться. И наши люди тоже. Но, похоже, сражения не будет. Двести северян вырезали, словно скот. Они нам заплатят, мой друг. За них и за твоих сыновей. Неужели? Они гниют в земле, а их убийца на свободе. Царь-убийца недолго будет на свободе. Его ищут наилучшие охотники. Смени, они снимут такого даже для прощания с отцом? Что-то еще? Когда бастард Болтона добрался до Винтерфелла, железные люди уже ушли. Они убили всех и предали замок огню. Брана и Рикона не нашли. Они могли сбежать. Но, тем не менее, людей у нас стало вдвое меньше. Думаете, нам не победить? Можно откровенно, Ваша милость? Разве до того вы не говорили откровенно, лорд Карстарк? Я думаю, что вы проиграли войну, когда женились на ней. Это все? Вы впятером убили двух безоружных оруженосцев? Это не убийство, Ваша милость. Это месть. Месть. Эти мальчишки не убивали ваших сыновей. Так он поступает с изменниками. Наш король Севера. Или мне называть его королем без Севера. Отведите лорда Карстарка в темницу. Остальных повесить. Пощадите, сэр. Я никого не убивал. Я лишь следил за стражей. Этот только наблюдал. Повесьте его последним. Пусть наблюдает смерть других. Прошу. Не надо. Меня заставили. Кровь первых людей течет в моих жилах так же, как и в твоих мальчик. Я сражался за твоего отца против безумного короля. Сражался за тебя против Джоффри. Мы родня. Старки и Карстарки. Это не уберегло вас от предательства. Не спасет вас и сейчас. Мне не нужно спасения. Я хочу, чтобы ты помнил об этом до конца своих дней. На колени, милор. Рикард Карстарк, лорд Кархолда, перед взором богов и людей я приговариваю вас к смерти. Желаете ли сказать последнее слово? Убей меня и будь проклят. Ты мне не король. Иди в гости. Ты была права. Карстарки ушли. Почти половина нашего войска. Мне нужны люди на замену ушедшим Карстаркам. В королевстве есть только один человек с войском, еще не выступивший на стороне Ланнистеров. Тот, на чьей дочери я должен был жениться. Лолдерфрей. Мама будет рада увидеть тебя. И своего внука. Что, правда? Ты уверена? Ты моя королева. И во мне растет маленький принц Эйдис. Может, оба сразу? Жагничай. Твой король говорит, что предал меня ради любви. А по мне так ради упругих титик и крепкой попки. Я могу это понять. в вашем возрасте я бы не раздумывая нарушил 50 клятв ради такой красотки. Если бы она добилась своего, я бы поехала в Валанте сыграть на арфе, а ты бы сидел там и поедал чернику из рук Рослинфрей. Возможно, я сделал ужасную ошибку. Ударить своего короля равносильно изменение. мальчик или девочка? Я не знаю. Но если это мальчик, я знаю, как мы его назовем. О, правда? По-моему, отец должен решать, как назвать сына. Эдард. Разве ты не хочешь научить маленького Неда Старка ездить вверху? Хочу. 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 Ваша милость Похоже, я совсем забыл о своем долге Я угостил вас мясом, вином и музыкой Но еще не оказал вам должного гостеприимства Мой король женился и моей новой королеве Я обязан вручить свадебный подарок Роб! Он там! Тихо! Король севера восстал? Тихо! Мама! Наилучшие пожелания от Ланнестера КОНЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ